Убив, полетен, застрелившего, кричали в толпе. Страшная, безжалостная, жестокая толпа мужчин и женщин окружала человека. Человек шел среди них, высокий, спокойный. Он казался таким же безжалостным, как и сама толпа. Он был одним из тех, которые воюют за правительство против народа. Его схватили в его собственном доме, с ними, сами не зная куда. Насмерть, насмерть, убийство ждастся. Женщина подскочила к нему и схватила его за ворот. «На колени на залить!» – кричала она. «Это Градовой! Он сверел по нас!» «Да, это правда, официальный человек. Убить, повесить, сейчас расстрелять, кричать вокруг него. Здесь, здесь, дальше, ведите его за ворот. Там, удвем его, вновь и ниже. И друг, куда хотите, я сейчас, стрелять. Все вокруг него, толпились, но ближе и ближе, заряжали ружья. «Насмерть, негодяя! Насмерть, негодяя! Убьем его, как волка!» «Хорошо, я волк, вы собаки! Как ведь он ругается! Насмерть, негодяя!» «Блесные отзовы люди подскакали к нему, пригрозили ему кулаками под самым носом. Был голосом, кричали вокруг него, повесить, убил. Он шел, и видно было остаток злобы в его лице. Он шел, окруженный этим шумом, спокойный, как будто скучающий. На улице, по которой они шли, бежало несколько убителей. Это, может быть, были те, которых убил этот самый человек. Но человек, как будто не смущался этим, еще выше поднимал голову. Делать было нечего. Он ненавидел их. Он ненавидел их так ли, как они ненавидели его. Если б он был победителем, он пересверял бы их сег. На ажи-мистастор, он вчера, 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 ужум еще, шевел по нас. Убить шпиона-изменника-проклятного, Убить-убить-태 киноуна-споль. И вдруг услыхали голос, который говорил. не голос, а голосом, голосом говорил, это мой отец. Оглянулись на голос, это был ребят, шестинецкий ребят. Подняв оберучонки, он умолал людей и просил их, и грозил их. Но все кричали, убейте, расцветайтесь, негодяя. Нечего дожидаться. Но ребенок забрал сюда, отцов, упал ему в ноги и воскличал. Баз, я не хочу, чтобы вы делали давно. Организация вышла, не замечала и продолжала менять, что завтра. Убить, убить. Покончить тоже с этим убийцей. Скорей. Ребенок плакал, бледный. Он был недурно одет. Другая женщина сказала, «Мальчик, тебе сколько лет?» Мальчик отвечал, не убивайте, моя лошадка. Детка людей задумалась и остановилась. Один из сердитых, особенно сердитый, закричал за ребенка, уйди. Куда у меня уйти? Уйди к себе. Зачем? К матери уйти. Мать ее умерла, сказал отец. Ну, ты у него никого нет, сказал тебя. Ну что ж, все равно убивайте меня, описал отец. И я сказал начальнику, тому человеку, который руководил этой толпой, «Пустите меня, возьмите меня за руку потихоньку, я скажу ребенку, и приду к нему за руку. Все равно, когда мы зайдем за руку, тогда вы расстреляете меня, и вы к тебе хотите». Хорошо, сказал начальник. И пустил треника, наполовину выпустил его. Тогда отец сказал тренину, «Ты видишь, мы с ним приятели, я гуляю с этим, и доходами. Можешь быть умник, сходишь домой». И ребенок потянулся ко сню и потом отошел от него успокоенный и довольный без страха. Когда он ушел, отец сказал, «Теперь, мальки, убивайте меня. Куда вы хотите, я пошел?» И вдруг в этой толпе, в которой было так страшно, поэт сказал, «Все продержал какой-то, какая-то сила, и на ночь закричал, иди домой». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чтобы 30, передача или бедко пусть на ночь закричал, я пойму, это arem на ночь закричал, и в ней нет, вы не